Здесь абсолютно тихое, безлюдное место. Настоящий хутор деревенский. Значит, самая первая наша постройка именно нашими руками сделана. Это курятник, который каркасный, утепленный, в нем тепло зимой. Мы его с мужем, муж конечно же, строил. Я на подмой. А скоро будет делать так и пугать нас. Ну, мы достаточно взрослые уже люди, мы пожили какое-то время социальной жизнью, выполнили какие-то социальные лестницы в плане работы, карьеры, детей, семьи. Наверное, пришло время для себя что-то сделать. Здесь и сейчас я абсолютно счастлива. Я это сказать могу и говорю это почти каждый день. Когда вот делаешь какой-то шаг, который боишься сделать, сначала страшно, а потом понимаешь, что, блин, надо было раньше. Надо было раньше. Ничего тут как бы такого страшного нет. Добрый день. Меня зовут Ирина. Три года назад мы купили участок со старым домом на хуторе. Ну и в данный момент мы восстанавливаем старый дом и одновременно строим новый. На самом деле жить за городом хотелось всегда. И мы четко понимали, что как только младшие дети подрастут до определенного возраста, мы будем что-то искать. Когда младшей дочке исполнилось 5 лет, мы занялись вопросом поисков. Объездили, мне кажется, вообще каждую там деревню, которую только возможно было объездить, выбирая то самое место. А здесь уже, честно говоря, осенью у меня запал иссяк. Я уже расстроилась, что у нас ничего не находится именно такого, что вот прям вот мое-мое. И я отдала все поиски на откуп супругу. Ну, он как-то говорит, смотри, вот есть место. И мы просто поехали без хозяев, просто поехали. Приехали вечером. Тут на пригорке штук 10 оленей спугнули. А это было какой-то прям, ну не знаю, знак, не знак. Не знаю, как к этому относиться, но мне очень понравилось. В первую очередь то, что здесь точно нет людей и точно никого нет. И мы посмотрели участок и прям было очевидно, что вот нам надо. Приехали днем, все посмотрели и поняли, что мы здесь остаемся. Здесь у нас своих 25 соток. Старый дом стоит ровно посередине, то есть половина участка справа, половина участка слева. И с двух сторон старые сады достаточно яблоневые. То есть им, ну, больше 30 лет, мне кажется. Мы находимся в Витебской области. Рядом с нами озеро Сервечь. Здесь абсолютно тихое, безлюдное место. Настоящий хутор деревенский. На данный момент вот мы планируем закончить реконструкцию старого дома и привести в порядок, конечно, территорию. Очень бы хотелось здесь разбить большие сады. Нисколько фруктовые, сколько такие вот для красоты. То есть такое, не знаю, как-то в прикосновении с природой, что ли, жить. В любую точку Беларуси заказывайте доставку онлайнер Prime. От бытовой химии до бытовой техники привезем супербыстро в удобное для вас время. Заказанную сумму от 100 рублей доставляем бесплатно. Мы планируем жить в старом доме, который сейчас на реконструкции, а новый дом сдавать в аренду. Как оказалось, сидеть и смотреть в одну точку нужно не только мне. Есть люди, которые просто приезжают, берут стулья, садятся в поле и просто смотрят вперед. И мы подумали, что, ну, классная идея. Я вижу, что можно, что всегда пространство привлекает только тех людей, которые как бы нужны этому пространству. Что сюда, например, никогда не поедет там какая-нибудь буйная компания, ну, просто там, чтобы бухать. А приедут люди, которым нужен именно такой отдых. И нам это тоже будет классно, потому что мы не будем конфликтовать. На самом деле участок обошелся нам в достаточно приемлемую сумму. Участок со старым домом, который предполагался под снос, но мы его не снесли. Он нам обошелся в 2,5 тысячи условных единиц. Ну, а уже новый дом. Такие дома, афреймы, порядка 30 тысяч долларов стоят по стройке. Я один раз была тоже на хуторе у подруги и ночевала в треугольном доме. И у меня там как-то что-то с мышлением произошло. Не знаю, правда ли это все про пирамиды и все такое. Но как-то по-другому, немножко по-другому его реальность воспринимается. И я хотела именно треугольник, что-то. Малыши, а я хочу, чтобы они сюда пришли. Или ты к каким малышам? Значит, самая первая наша постройка, именно нашими руками сделана, это курятник. Который каркасный, утепленный, в нем тепло зимой. Мы его с мужем, ну, как муж, конечно же, строил, я на подмоге. Летом у нас полный цикл разведения кур. От цыплят в инкубаторе до яиц, скажем так. Посчитать их достаточно сложно. Я их никогда не считаю, не могу точно количество сказать. Мне кажется, что сейчас их в районе сотни где-то. Но там не только куры, там индюшата, гуси. А, у нас еще есть перепелки и бройлеры. Вот. То есть достаточно много там человек сидит. Даже, наверное, больше ста. Ну что, может, ты что-то там сделала уже? Покажешь? Давай. Ой, смотри, что это все там. Нет, мне, мне, мне не забирай. А еще есть? Нет? Что-то. Какой-то хор. Добыли. Понятно, что бройлерная птица выращивается на мясо. Так как я здесь живу, почему бы мне не поиметь свое собственное чистое мясо, в котором я точно уверена. И плюс яйцо столовое, которое никогда не бывает много, как оказалось. Куры гуляют, они не сидят в клетках, они гуляют. И яйцо тоже достаточно вкусное, желтенькое и полезное. Да, есть такая у нас развлекуха. Вот это вот взрослая вот она. Не получилось. Бывает, они все разбегаются, мы их в загон вот так вот ловим всей бандой. Некоторые виды птиц у нас для красоты. Это гуси. И вот совсем недавно еще были у меня шелковые курочки, но их всех леса съела. Поэтому сейчас вот красоты не покажу. Вот это китайская порода. Лю-ке-дань-цзы. Не умею его говорить. Курочек абсолютно темное. А вот, кстати, видно. Абсолютно темное мясо черного цвета, пленочка. И бирюзовое яйцо. Они считаются мега полезными, но они вообще очень красивые. И спортивные. Такие вот орлы. Основная сложность содержания кур – это хищники. Все остальное решаемо достаточно просто. Вода есть, зерно всегда можно купить. Плюс это какие-то бытовые отходы, зеленуха, которой много. Летом вообще без проблем. Зимой я сюда приезжаю раз в неделю. Потому что птица у нас здесь зимует. Там соблюдены определенные условия, чтобы она могла зимовать. Но все равно надолго оставлять нельзя. Побежали, побежали домой. Побежали домой. Домой, 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 домой. Вот мне недавно исполнилось 47. И как бы я понимаю, что активной жизнью у меня лет 10. Ну, такой прям активной, наверное. Когда вот делаешь какой-то шаг, который боишься сделать, сначала страшно, а потом понимаешь, что, блин, надо было раньше. Надо было раньше. Достаточно долгое время я реализовывалась в социальной сфере, профессионально. У меня была своя фирма лет 10. Занималась продажей и проектировкой мебели. Ну, достаточно успешно. Ну, потом этот этап закончился. Был какой-то достаточно продолжительный декрет. И там уже все. Немножко перестроилась. Пришли какие-то новые смыслы. И я вообще переключила сферу деятельности кардинально, можно сказать. То есть ко мне пришел живой хлеб. Я очень долго занималась только хлебом. Продвижением здесь, вот именно в Минске, в Белоруссии. Вот этого вот живой еды. Ну, и сейчас я остаюсь там же. Также я занимаюсь едой. Я делаю заготовки, которые можно... Замораживаю заготовки. Очень много. Готовлю... Кейтеринг делаем. То есть выездные мероприятия какие-то там вот можно обслуживать. Плюс это готовая еда. Это полноценные обеды для женщин. Также я занимаюсь пряниками. Определенным видом пряников расписных. Я сотрудничаю с кофейнями в Минске. И это тоже часть моего заработка. На данный момент основной заработок, понятное дело, у супруга. Потому что летом я лишена возможности работать прям вот полноценно, да, как в городе. Я очень хочу перевести все сюда. Я очень хочу здесь иметь харчевню. Я хочу готовить для своих гостей. На моей будущей террасе, которая сейчас закладывается, уже залит фундамент под печку, в которой будет еда и хлеб. Я знаю, что с помощью еды я делаю магию. Я это знаю. И я хочу продолжать ее делать. Тебе немножко налью, хорошо? Угу. Столько хватит? Да. Вообще семья у нас большая. У нас пять детей. Двое из них уже совершеннолетние и живут отдельно. Вот. Я рассчитываю на двух младших очень сильно. Ну, вот эти вот все темы про то, чтобы мы построим дом для детей, и они будут с нами жить, это вообще не рабочая схема. Ни разу я еще не встретила семьи, которые я построила днем для детей, и дети там жили бы. Это должно быть осознанное желание детей. И если вдруг они когда-нибудь захотят, то мы, в принципе, сможем им дать такую возможность. Сейчас дети говорят, что да, классно, давайте жить в деревне. Но это очень ситуативно, потому что у них восприятие меняется очень быстро, настроение меняется быстро. То есть вот они там... Младшая, вот, кстати, ничего, она нормально с нами тусит целое лето. И, ну, она такой социофоб, что ли, я не знаю. Ей очень мало нужно общения. Она сама с собой очень классно, как бы, она находит себе занятия, она что-то делает все время, она такая творческая очень. А старшей ей очень не хватает вот этого общения. Поэтому, поэтому то же самое. К нам приезжают сестры, к нам приезжают друзья. Либо вот сейчас она уехала к своей сестре в ее деревню, чтобы то и не было там тоже вдвоем веселее. Потому что уже подростки, им уже вот это, им нужно уже сейчас вот эта вот стая какая-то подростковая своя. А здесь, конечно, я этого не смогу им дать, только если в школе. Здесь есть у нас рядом глубокое, достаточно такой большой город. То есть я думаю, что с выбором школы вопросов не должно быть. Если сравнить с городом, ну, пока у меня только плюсы. Потому что достаточно сознательную часть жизни я провела в городе. И уже как бы городом я сыта. У меня скорее депрессия случается, когда я приезжаю в город. Я очень долго привыкаю. Здесь из минусов на данный момент, опять же, на данный момент, это то, что мы здесь одни, и нет круга общения у детей. Вот это самый большой минус. Потому что у нас общения достаточно, нам его много не надо. А вот дети, да, это наш главный страх переезда. Потому что кажется, что вот, ну, а вдруг мы чем-то их там обделим, и они на нас там будут обижены. И будут ходить по психотерапевтам потом сливать это все. Ну, как бы, есть опыты моих друзей, которые показывают, что это не так. Ну, пока нам сложно на это решиться. Страшно, зверь тебе сзади подкрался, да. Зря, загоняй их. Ну, что ты стоишь? Наша жизнь однозначно изменилась. В плане того, что если рассматривать именно вот как семью, мы стали с мужем ближе намного друг к другу. Связано ли это с местом, с возрастом или с общими какими-то событиями. Но намного стали ближе, появилось много общих каких-то вещей. И ушло много такого, что было надумано. Вот эти вот какие-то социальные стереотипы, вот эти вот достигаторские моменты. Или как должна быть устроена жизнь, например, вот так. Когда ты живешь какое-то время вообще в полном уединении и лишениях своеобразных, да, то ты понимаешь, что, собственно, вот это точно не надо. Вот это вот, ну, может быть, и надо, но не всегда. А вот это может и вообще никогда не пригодиться. Мне кажется, что вот это вот проживание в таких вот условиях, вот когда ты широко смотришь на мир именно вот и видишь там большие горизонты, оно дает тебе возможность именно искать для себя вот этого же комфорта во всей остальной жизни. То есть искать работу такую, в которой тебе будет хорошо, и там, где ты будешь получать удовольствие от работы. Искать отношений таких, в которых тоже тебе будет хорошо, гармонично, и все будет тебя устраивать. Вот, и, соответственно, искать общение с теми людьми, с которыми тебе комфортно, а с теми, с которыми некомфортно, просто закрывать это общение. И оказывается, что не продолжать его тоже классно. Здесь и сейчас я абсолютно счастлива. Я это сказать могу и говорю это почти каждый день, потому что за такие вещи, как бы, ну, я благодарю свой мир, свою вселенную, что она мне дает возможность прожить такую жизнь, которая мне нравится. Заря, беги сюда, беги сюда, беги, 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 давай, давай. Да, молодец, беги. Важное в жизни, наверное, уметь ценить момент, остановиться и подумать о том, посчитать там на пальцах одной руки или написать на бумажке, что у тебя есть на данный момент. И быть за это благодарным, потому что на самом деле у нас есть очень много. То есть, когда мы говорим, что вот у меня там не получилось, а ты сядь, посмотри, что у тебя получилось. И когда вот это перечисляешь, оказывается, ну, ничего себе, я тут за год горы свернул. И вот за это мы себя не благодарим, как правильно. А когда вот это замечаешь, и когда есть рядом люди, которые разделяют твою точку, уже, слава Богу, у меня есть такой круг людей, которые смотрят со мной в одну сторону и дают очень сильную поддержку. И когда вот этот момент ценится, когда тебе люди дают обратную связь, что ты классная, ты крутая, у тебя все хорошо, здесь не получилось, мы поможем. И, собственно, это во все стороны работает. Ну, что еще желать от жизни? У меня все хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok